Здравствуйте! В прямом эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главная тема выпуска. Достояние, которое нужно сохранить до конца года Самара, получит статус исторического поселения. До Кошлева теперь будет проще добраться. Два маршрута продлили до Крутых Ключей. Если молоко в молоке, Россельхознадзор отправился с проверкой по магазинам. Особый подход к Старозагоре. Кто улицу ремонтировал, тот будет ее и содержать. Есть вилками или вилки. Самарские ученые продолжают экспериментировать. На Камчатку отправлен съедобный сервис. Решение, которое ждали давно, статус исторического поселения Самаре могут присвоить уже до конца этого года. Какие возможности это даст, обсудили на заседании градостроительного совета при губернаторе. Виктория Шарая расскажет детали. У Самары богатое культурное наследие. В официальных списках числится порядка 1600 объектов. И практически все они нуждаются в ремонте. Если город получит статус регионального исторического поселения, это позволит привести объекты культурного наследия в порядок. Центр Самары – наше достояние, наша жемчужина, которую мы должны максимально сохранять, беречь для будущих поколений. В разные периоды, к сожалению, принимались решения, которые не способствовали сохранению облика Старой Самары. Наша задача – создать такие условия и механизмы, при которых старый центр развивался бы гармонично, что позволило бы приводить в порядок те объекты, которые давно требуют реставрации, одновременно не допуская градостроительных просчетов при проектировании новой застройки. Сейчас генеральный план находится в стадии разработки. У федеральных структур возникли к нему замечания. И в него вносят изменения. Все они будут согласованы с жителями на публичных слушаниях. Наделение статусом регионального значения позволяет нам оперативно принимать решения. И в случае появления такой необходимости наделения статусом федерального значения, мы всегда можем вернуться к этому вопросу и подготовить необходимые документы для принятия такого решения. Для разработки генплана предложено составить мастер-план. По сути, это свод мнений жителей, бизнеса, власти о том, как должен развиваться город. Эту идею проверят на практике на примере пятой просеки, где строится школа. Кроме того, в Самаре в реновации нуждаются промышленные территории, густозаселенные районы и частный сектор. При этом градостроительная политика должна быть согласована с планами развития инженерной, коммунальной и социальной инфраструктур. На сегодняшний день, во время строительства детских садов, школ и больниц, застройщики не владеют информацией, как расположены коммуникационные сети. И это создает массу проблем. До Кошелева с ветерком маршрутной сети коммерческих перевозчиков Самары произошли изменения. Их утвердил региональный Минтранс. С октября продлено движение автобусов 480 и 123. Насколько эти изменения были долгожданными для жителей, узнала Лариса Шалафаст. Путь домой для Светланы Спасовой теперь перестал быть проблемой. Раньше последний километр до дома приходилось идти пешком. Через железнодорожный переезд маршрутки не ездили. Теперь 480 маршрут продлен. Мы столько пешком ходили, а сейчас в данный момент прям подъехали, перешли, пересели на другой транспорт. Мы очень рады, спасибо, что заметили и услышали нас. С просьбами продлить 480-й межмуниципальный маршрут на одну остановку, жители микрорайона обратились к губернатору Дмитрию Азарову. На оперативном совещании в региональном правительстве министр транспорта доложил, вопрос решен. Маршрут заработал по-новому. Школьный маршрут там работает, все в порядке? Школьный маршрут работает, все в порядке. А здесь еще не может? И с 17 октября он начал ходить, переезжать железную дорогу и на проспекте Мира отстаиваться. Все с пятницы? Да, все с пятницы есть. Хорошо. И включили в прибывалку. Хорошо. Чтобы открыть движение, потребовалось сначала привести в надлежащее состояние сам переезд на 179-м километре перегона Козелковская-Водинская. После этого региональный Минтранс внес изменения в реестр межмуниципальных маршрутов. Наполняемость автобусов где-то 50%, прибывающие сюда как раз жители микрорайона и отсюда вот убывающие. На данном маршруте работает 42 единицы поджимного состава. Значит, стоимость билета осталась без изменений. Уменьшился интервал движения по маршруту в связи с тем, что количество пассажиров увеличилось, так же добавили машин. Кроме 480-го продлен еще один 123-й маршрут, который теперь следует от поселка Петра-Дубрава до новой жилой застройки в Волжском районе. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События. Опасные для здоровья продукты с истекшим сроком годности в одном из гипермаркетов Кировского района Самары нашли целую корзину просрочки. Почему эти товары оказались на полках и как бороться с недобросовестными продавцами, расскажет Анатолий Головко. Как допускается вообще такое огромное количество просроченного товара? Не хватит рук. Не хватит рук. Торгуют просрочкой и не краснеют. Продавцы крупного сетевого магазина на Зубчининовском шоссе явно не ожидали, что им придется списывать товары с истекшим сроком годности, но их планы разрушили ревизоры. Участники внепланового рейда нашли на полках некачественные яйца, кофе, орехи, рыбу, лимонад, соусы и печенье. По словам проверяющих, подобные нарушения не редкость. Недобросовестных продавцов не пугают крупные штрафы и совершенно не беспокоят здоровье покупателей. Был куплен товар на две с лишним тысячи рублей просроченного. Соответственно, также в данной торговой точке мы отбирали молочную продукцию, мясную продукцию на контрафакт. Отобрали молоко, кефир, сметану, фарш говяжий с виной и колбасы гостовские. Молоко, масло и фарш местного производства отправили на лабораторные исследования. Экспертам Роспотребнадзора предстоит проверить продукты на качество. Сегодня была именно выбрана Кировский район, окраина, куда люди выезжают на дачу, на природу. Магазин находится на выезде из города, поэтому дополнительно еще мы взяли и мясную продукцию, те же шашлыки, люди, которые покупают. Просроченные товары – не единственное нарушение, на которое обратили внимание ревизоры. На одной из полок вместе с натуральным сливочным маслом лежали спреды – продукты с заменителями молочного жира. Продавцы таких тонкостей законодательства не знали и вводили покупателей в заблуждение. Продавцам ничего не оставалось, как начать устранять нарушения на глазах изумленных покупателей. Натуральное сливочное масло и спреды начали раскладывать по разным полкам, но халатное отношение к работе им просто так с рук не сойдет. За торговлю просроченными продуктами владельцев сети могут привлечь к административной ответственности. Штрафы более чем внушительные – от 350 тысяч рублей. Анатолий Головко, Григорий Плешаков, События. Проверкой остались довольны и контролеры, и подрядчики. После ремонта улицы Старозагора по новому соглашению с городской администрацией ухаживать за ней будет та же организация, которая и приводила ее в порядок. Контракт рассчитан на три года. Насколько это эффективно, вместе с представителями ОНФ разбирался Сергей Кизоркин. Уборка улицы Старозагора ведется круглосуточно. Приводит в порядок как проезжую часть, так и тротуары с газонами. Чистота – это не только залог здоровья самарцев, но и долгожительство дороги, убежден мастер участка Павел Фролов. Подрядная организация, в которой он работает, отремонтировала промежуток улицы от Советской Армии до Нововокзальной. И теперь по контракту будет три года здесь убирать мусор и снег. Расчет властей прост. Подрядчик, который все повреждения асфальта и бордюров должен восстанавливать за свой счет, будет аккуратно очищать асфальт от грязи, снега и льда. Здесь, на улице Старозагора, в границах улиц Советской Армии и Нововокзальной, комплексный ремонт почти завершен. Готовность – свыше 99%. А обслуживание автодороги и прилегающей территории началось с августа. Причем на всем протяжении, от улицы Советской Армии до Ташкентской. То есть и на отрезке, обновление которого завершится в 2020 году. Есть пожелание к владельцам соблюдать знаки, установленные ГИБДД, о запрещении парковки в определенное время. А так мы подстраиваемся. Там, где нет возможности убрать механизированное, мы дорабатываем вручную. До 1 ноября уборка идет по летнему регламенту. Вывозят мусор, в том числе и листву, спиливают сухостой, очищают тротуары, дважды в сутки пылесосят и моют дороги. В том числе и парковочные карманы. С ноября и до весны будут очищать дороги и тротуары от снега и льда. Сугробов не будет, обещают подрядчики. Спецтехника и реагенты в наличии. Песко-соляные смеси и новинка этого сезона – влажный двухкомпонентный Бионорд. Он почти моментально растворяет снег и лед. Представители контролирующих организаций, ОНФ и дорожное хозяйство уверены – новые технологии и условия эксплуатации дороги должны продлить ее срок службы. В среднем у нас 4-10 техники работают. То есть по подметанию проезжей части, тротуаров, мойка, вакуумный пылесос работает на участке. И в среднем порядка 5-10 человек дорожных рабочих. Самый больной вопрос во всей этой работе заключается в том, что объединить усилия и скоординировать работу всех служб, которые завязаны на дорожную сеть. На сегодняшний день та подрядная организация, которая выполняла в комплексе эти работы, она в течение трех лет будет ее эксплуатировать. И гарантийные обязательства, все, которые будут возникать в ходе ее эксплуатации, будут ложиться на плечи подрядной организации. Самарцы уже заметили положительный эффект от новых современных технологий уборки улиц. Очень чисто убирают. Вот, например, листья сегодня приехали, убирают. Чистят вон даже позади щеточкой какой-то. С детьми очень приятно чисто гулять. Это лучше, чем было до, естественно. Ремонт и эксплуатация улицы Старозагора проводятся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С дворниками подрядчики проводят инструктаж, учат бережно относиться к вверенной территории. Впрочем, у общественников во время осмотра территории возникли и замечания. Они касаются ремонтных работ. За перекрестком с улицы 22-го партсъезда нужно закончить благоустройство газона, убрать с него глину, как и вокруг колодцев. От цветочных павильонов раньше собственникам была проложена бетонная дорожка в направлении проезжей части. Теперь она упирается в установленные пешеходные ограждения. Дорожку представитель ОНФ предложил демонтировать, а газон под ней восстановить. Кураторы из МБУ «Дорожное хозяйство» пояснили, что дорожный объект на участке от улицы Советской армии до улицы Нововокзальной еще не сдан после комплексного ремонта. Работа здесь предусмотрена до конца октября этого года. В установленный срок замечание подрядчик должен устранить. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Впереди планеты все самарские ученые решили поделиться своей экологической разработкой, первой в мире съедобной посудой. Отправили ее туда, где утилизация мусора труднодоступна, на Камчатку. Кромовскому заповеднику исполняется 85, находится он далеко от цивилизации, попасть туда можно, ну разве что на вертолете. Изобретение самарских ребят поможет облегчить жизнь работников национального парка. В оформлении подарочного сервиза поучаствовала Мария Левина. Самарские ученые продолжают экспериментировать. Теперь для создания съедобного стакана они используют не только яблоко, но еще морковь, тыкву и даже кабачок. Насладиться экологической разработкой самарских ученых теперь смогут жители Камчатки. Вкусно! Изначально стаканчики из натуральных ингредиентов задумывались как посуда для космоса. В отличие от пластика, такой сосуд не оставляет после себя следов. Его можно просто съесть. Он вкусный и напоминает яблочную пастилу. Сейчас разработкой самарских ребят заинтересовались предприниматели. Такую кухонную утварь захотели приобрести санатории и турбазы отдыха. Но закупать товар предприятия привыкли оптом. Чтобы производить большие партии, необходимо новое современное оборудование. Сейчас же студенты могут создавать до 30 стаканов в день при условии полной занятости в 8 часов. Что в их случае совмещение с учебой нереально. Сейчас мы больше смотрим как подарочные наборы, как возможность реализации такого набора для мест, где труднодоступна утилизация мусора. Ввиду того, что у нас экологическая проблема в 21 веке, это проблема номер один. Съедобная посуда позволит снизить количество бытовых отходов в Гронутском заповеднике, что на Камчатке с утилизацией мусора сложно. Поэтому самарские студенты решили отправить туда целый сервиз для чаепития – стаканы и блюдца. Над формой последних лаборантам пришлось покладывать. Это свежая разработка. Молодые ученые своими руками бережно упаковали сервиз. Посылку оформили, как перевоз хрупких вещей первым классом. Студенты даже узнали, что есть такой заповедник, и решили, что вот такой можно сделать необычный подарок в день рождения Кронскому заповеднику. А Почта России поможет этот подарок отправить. Оформили посылку, не выходя из университета, онлайн. В дороге она проведет шесть дней. К следующей пятнице 85-летнему юбилею заповедника будет доставлено по адресу. Перемещение ценного груза будет отслеживаться. Мария Левина, Василий Кладошов. События. Чемпионат мира по футболу прошел, но память о ярком событии осталась. Работников культуры поблагодарила и вручила им памятные альбомы глава города Елены Лапушкины. Все они внесли свой вклад в организацию развлекательных программ во время Мундиали. Окунулась в бизнес-вспоминания и Мэри Юлча. Вся жизнь Игоря Гейдмана связана с музыкой. Он руководит концертным агентством, а в свободное время виртуозно играет на саксофоне. В музыкальной сфере Гейдман трудится уже более 15 лет. Именно его команда отвечала на чемпионате мира по футболу 2018 за организацию концертов, за что сегодня получила ценные подарки от администрации города. За нас говорят наши дела, как говорится. Судя по оценкам не только нашего руководства, но и просто гостей города, мы сделали свою работу на 5 с плюсом, за что испытываем очень большую гордость. Во время чемпионата в Самаре прошло множество ярких праздников. Гастрономический фестиваль, азбука самарского футбола, стена болельщиков. Одним из самых значимых проектов стал «Модерн в облаках». Для участия в нем отобрали 18 зданий памятников архитектуры «Модерна». Над ними в воздух поднялись четырехметровые гелевые шары с тематическими рисунками. Этот проект позже был удостоен всероссийской награды как лучшей во время Мундиаля-2018. Всех причастных к организации культурно-массовых событий поблагодарила глава города Елена Лапушкина. Для нас с вами нет невозможного. И сейчас, когда мне коллеги строят свои трудности, я говорю, ребята, вспоминаем чемпионат. Давайте любить свой город, жители, которые здесь живут, и надеются на нас, и на новый проект. Чтобы сохранить все воспоминания, связанные с чемпионатом мира, было принято решение создать альбом «Самара в игре». В нем собраны фотографии, сделанные в Самаре болельщиками и местными фотографами. Праздник азарта, веселья и дружелюбия останется в сердцах тысяч жителей навсегда. Мэри Елчан, Константин Головин. События. В Самаре наградили победителей городского этапа областного литературного конкурса «Солдатская слава». Он посвящен историческому параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. Школьники пробовали свои силы в двух номинациях. Литературное чтение уже известных произведений и собственное стихотворение на тему Великой Отечественной войны. Вместе с победителями конкурса вспоминал великий подвиг ветеранов и Никита Борисов. Я прекрасно помню этот день, а точнее голос Левитана, который рассказал нам, что началась война. Многое ждало меня. Искренние улыбки товарищей, вкус победы и кровь на руках. Одним из победителей конкурса «Солдатская слава» стал 11-классник школы номер 90 Ильяс Ташматов. Рассказывает, в его семье воевал прадед, но подробности его биографии в семье не знают. На конкурс Ильяс представил написанный им рассказ о герое войны, который после ее окончания стал одиноким человеком. Я чувствую какое-то внутреннее желание, потому что я хотел здесь участвовать, и я очень рад, что по итогу стал частью этого мероприятия. В числе победителей конкурса Екатерина Беспавова. Девушка говорит, на участие в конкурсе ее вдохновили истории о пионерах-героях Второй мировой войны, которые совсем юными отдавали свои жизни за великую победу. Наверное, я чувствую огромную все-таки гордость за тех людей, которые не побоялись глянуть в лицо смерти и все же вышли на фронт. Конкурс сочинений «Солдатская слава» проходит уже третий год. В этот раз было заявлено более 450 участников из 80 образовательных учреждений Самарской области. В финал городского этапа вышли 38 школьников. Для них организаторы подготовили концертную программу и вручили почетные грамоты. Нас, как организаторов конкурса, очень радует, что наше подрастающее поколение с каждым годом все больше и больше интересуется историей. Ведь пока жива наша история, у нашей страны есть будущее. Победители конкурса «Солдатская слава» будут представлять свои работы на областном уровне. Никита Борисов, Николай Епифанов. События. Кончертная мастерская, инклюзивный театр, адаптированный тренажерный зал. В Самаре появится первый в своем роде инклюзивный ресурсный центр. 400 специалистов со всей страны уже планируют приехать на стажировку. Елена Малюцина расскажет, что нужно сделать, чтобы центр заработал. Несбыточная мечта уже частично воплотилась в жизнь. У инклюзивного ресурсного центра появилась крыша над головой. Это здание администрация Самары передала по договору безвозмездного пользования. Дело осталось за малым – сделать ремонт. Но пока денег у центра нет. Но здесь верят, что это ненадолго. Уникальный в своем роде центр помог бы сотням людей, которые от рождения или по воле судьбы стали инвалидами. Было бы неплохо, если бы здесь был тренажерный зал адаптивный, удобный для посещения людьми как с особыми потребностями по здоровью, так и другими. Потому что все-таки тоже должна соблюдаться инклюзия. И я надеюсь, что не будет отделения от общества в целом, что это учреждение смогут посещать все. После ремонта здесь планируют открыть гончарную мастерскую, инклюзивный театр, специально оборудованный тренажерный зал. Кроме того, в центре будут помогать инвалидам найти себе занятие по душе. Таких инклюзивных центров полного цикла в России пока нет. Уже сейчас 400 специалистов со всей страны хотят приехать на стажировку. С 2014 года моя команда изобретает современные инклюзивные практики. То есть те форматы мероприятий, где может принять участие человек с любой формой инвалидности, вместе и наравне со своими сверстниками без инвалидности. Мы редко попросим о помощи. Обычно сами идем и помогаем. Но сейчас помощь нам очень нужна. Когда-то здесь располагалась редакция газеты, но потом она съехала и помещение пустовало 12 лет. За это время здесь все пришло в негодность, поэтому для строителей фронт работ большой. Предстоит отремонтировать 370 квадратных метров. Первым делом нужно заменить старые коммуникации, прогнившие полы, окна и подоконники. Ресурсы этого здания, помещения просто шикарные. То есть технические площади, здоровые несущие конструкции. Я не вижу эти форматы критические. Вот все класс. Здесь, конечно, нужен глубокий капитальный ремонт. В конце ноября будет аукцион, средства с которого пойдут на ремонт помещения. Поучаствовать в нем может любой желающий. Пока время, место и точная дата не назначены. Но в ближайшее время в социальных сетях в группе инклюзивного ресурсного центра появится информация. Помимо того, что нужно сделать ремонт в помещении, еще предстоит создать инфраструктуру вокруг него. В первую очередь отреставрировать лестницу. А также нужен пандус, перила и парковка. Для того, чтобы люди с любой формой инвалидности могли с комфортом добраться до центра. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События. В Самаре парк России «Моя история» и Центр исторического моделирования «Древний мир» представили интерактивный проект «Путешествие в бронзовый век». Рассказ в нем идет о таинственной и малоизученной эпохе в истории Северной Евразии на пике своего расцвета. Какой вклад сокровищницу мировой культуры внесли степные народы, расскажет Никита Борисов. Как жили современники фараонов Нового Царства и героев Троянской войны на степных просторах Евразии можно узнать на выставке «Путешествие в бронзовый век». Одним из создателей выставки «Путешествие в бронзовый век» стал Максим Борисов. Рассказывает, участие в проекте для него результат длительной работы. Когда он был еще школьником, мечтал увидеть, как в реальности выглядят вещи древнего мира. С тех пор много времени тратит на исследование и моделирование древних технологий. «Прекрасный повод как раз вернуться к этой теме, вспомнить вот это вот влечение идеей молодости, юности. То есть это вот как раз стало возможностью участия в этом выставочном проекте». Об эпохе поздней бронзы Северной Евразии известно очень мало. От нее не осталось циклопических руин, не сохранилось письменности. Но ее вклад в историю сложно переоценить. Например, на Волго-Уралье были обнаружены одни из самых древних образцов колесниц. Посетителей выставки познакомили с репликами оружия, орудий труда и предметов быта позднебронзового века. Также они попробовали свои силы в древних ремеслах и стрельбе из лука. «Древний мир учебники обычно говорят о Египте, Месопотамии, Греции, Рим. Это все на слуху. Что было у нас, мы не знаем. Мы вот этот пробел как раз стремимся запомнить». Увидеть выставку может любой желающий. Она работает в торговом центре «Гудок» до 4 ноября. Организаторы говорят, гостей ждут лекции известных ученых, антропологов и археологов, на которых можно будет узнать о древней истории Самарского края и России в целом. Никита Борисов, Константин Головин. События. На московских подмостках юные самарские актеры и стразная студия «Дорога добра» представила мюзикл «Тайны серого замка» на международном конкурсе «Роза ветров-2019». Сама постановка – это мистическая история о становлении подростков. В ней есть и «Призраки», и «Старый родовой замок», и «Любовь и дружба». Спектакль написан специально для юных актеров студии. Автором либретта стала режиссер Наталья Беляева. Музыку написал самарский композитор Иван Пелюкшин. Это не единственная победа студии. На оригинальном этапе фестиваля театральное при Волжье мюзикл признан лучшим в номинации школьные театры. Конкурс проводится в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации ПФО Игоря Комарова. Теперь студия будет бороться за звание «Лучший» с 13-ю детскими коллективами уже в финальном этапе фестиваля. Победители выберут в ноябре народным голосованием. Может быть, конечно, надо мной давлеет такое патриотическое чувство, но мне кажется, что наши ребята наиболее профессиональны, наиболее интересны. Но в любом случае судить зрителям. Лично для меня, как и для нашей студии в целом, это невероятно значимое событие и новый шаг на пути к нашему, надеюсь, успеху и большому будущему. В общем, это очень приятно. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарагист» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на YouTube. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!